Сегодня мы обсудим вопросы подготовки проекта государственной программы вооружения 2018-2025 годов. Цель данной программы – обеспечить сбалансированное развитие системы вооружения, других войск, воинских формирований и органов. Планируемые мероприятия позволят оснастить армию и флот современными образцами вооружения, военной техники, дадут возможность сформировать научно-технический задел для разработки потенциально новых и нетрадиционных видов вооружения. Проектом новой программы также предусматривается оснащение группировок войск в Крыму и в Арктике. Важно учитывать, что намеченные планы будут осуществляться в условиях импортозамещения, развития отечественной электронной компонентной базы, реализации контрактов полного жизненного цикла, а также синхронизации сроков подготовки необходимой инфраструктуры с поставками нового вооружения. При этом требуется обеспечить преемственность между новым проектом ГПВ-18-25 и ГПВ-11-20. Объем финансирования, который позволили выдержать заданные темпы поставок, модернизации и ремонта вооружения и военной техники. В результате стратегические ядерные силы поддерживаются на уровне, позволяющем гарантированно решать стоящие перед ними задачи. В ракетных войсках стратегического назначения в боеготовом состоянии находятся 99% пусковых установок, из них 96% в постоянной готовности к немедленному пуску. Усилилась боевая мощь ядерной триады, сейчас она оснащена современным вооружением на 60%. На новый качественный уровень выведены силы общего назначения. Оснащенность сухопутных войск современным вооружением составляет 42%. Доля современного вооружения в воздушно-космических силах достигла 66%, а военно-морском флоте 47%. В целом оснащенность вооруженных сил современным вооружением и техникой в частях постоянной готовности составляет 58,3%, а исправность 94%. Таким образом, основные мероприятия ГПВ-2020 выполнены в установленном объеме. Проводимая нами работа получила положительную оценку президента Российской Федерации, он поставил задачу сохранить темпы перевооружения армии и флота, обеспечить реализацию государственной программы вооружения в намеченные сроки и в пределах выделяемых бюджетных средств. Учитывая значимость данного поручения, мной принято решение рассмотреть на заседании коллегии предложение главнокомандующих видами и командующих родами войск, руководителей довольствующих органов, по формированию нового проекта государственной программы вооружения. В его разработке участвовали заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, организации промышленности, генеральные конструкторы и главные технологи. В мае Министерство обороны направит проект государственной программы вооружения в коллегию военно-промышленной комиссии для его дальнейшего представления на утверждение президенту Российской Федерации. На заседании мы заслушаем доклады должностных лиц об итогах проделанной работы в указанном направлении, обсудим предложение и порядок их реализации до 2026 года. Уважаемые коллеги, сегодня весь мир отмечает 56-ю годовщину первого полета человека в космос. В этот день мы чтим память тех, кто 12 апреля 1961 года совершил прорыв в освоении космического пространства. Я бы хотел поздравить всех с Днем космонавтики и вручить первым заместителю генерального директора Государственной корпорации «Роскосмос» Александру Николаевичу Иванову наш подарок. Скорее космических полетов. Спасибо.